Навруз, Наурыз, Наврес. Все это разные названия одного из древнейших восточных праздников у иранских и тюркских народов. Отмечается он в День весеннего равноденствия. В переводе на русский означает «новый день» и символизирует обновление природы и человека, очищение души и начало новой жизни. Студенты Санкт-Петербургского государственного университета представили культуру своей родины и познакомились с традициями других народов. Навруз в стенах нашего университета проводится первый раз. Подготовка шла больше месяца, около месяца. Команда организаторов приложила все усилия, чтобы гостям была представлена культура этого праздника. И мы подготовили для вас интересную выставку и интересные выступления творческие. Истоки Навруза идут от языческого поклонения огню, что является важной частью праздника. Ведь именно огонь защищал людей от злых сил, болезней и неприятностей. Во дворах, на улицах разжигают костры, и дети перепрыгивают через эти костры. Все соседи собираются вокруг этих костров, и в ночь с 20 по 21 этот костер разжигается. И все соседи собираются, и то есть как бы отмечают этот праздник. На утро 21 числа дети с пакетами, с сумками ходят по соседям, по друзьям, поздравляют и получают конфетки, какие-нибудь сладости. Навруз – семейный праздник. В этот день накрывают стол, символы которого не меняются веками. Обязательно должны быть семь ингредиентов – мясо, вода, мука, масло, крупа, соль и молоко. Этот праздник очень торжественно, очень бурно празднуется, накрываются на столы разные блюда, явства. Сюмюлек – это основное блюдо именно этого праздника. Это такая каша, которая варится из пшеницы, и она готовится буквально сутки. И вот такая получается коричневая смесь, и она очень вкусная. Именно с наврузом это блюдо ассоциируется. Ну и также остальные традиционные блюда – это борсоки, это весь бармак, это плов. К празднованию навруза начинают готовиться за несколько недель. Конечно, у каждого народа свои традиции и подарки. В Узбекистане, например, сами делают праздничные игрушки. Игрушка – это делается нашими мастерами, ремесленниками, своими руками, конечно же. Каждую ткань, каждый кусочек они переплетают, и получается вот такая красивая игрушка. И обычно это традиция на навруз. И это очень считается драгоценным подарком. Студенты из Казахстана, Узбекистана, Индии, Ирана и других стран показали национальные танцы и музыку. В СПБГУ Международный день навруза провели весело, ведь по поверьям, чем лучше встретишь весну, тем щедрее к тебе будет природа. Элеонора Петрова, Евгений Горяев, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ.